Да, да, да. Я еще вот оторопиться, пока еще не все решили. Кому-то это интересно. Нет, я согласен, получается. Да, сейчас сиже, чуть-чуть получается. Так, ну, я постаралась, так сказать, в понятивной очереди, потому что, я так понимаю, что аудитория устала, и проблемы общественного здоровья мало кого интересует в этой аудитории. Да, действительно, пожилой человек, его здоровье, методы удлинения жизни, продолжительности жизни более плодотворные, более сильные – это вопросы очень серьезные. Но у нас есть еще один такой вот аспект, как охрана общественного здоровья. К сожалению, эта проблема в законодательстве об общественном здоровье, она, в общем-то, решена однобоко. И вот почему. Сейчас секундочку, куда-нибудь внимательно. Вот сюда, да? Значит, во-первых, закон о системе общественного здоровья в Украине. Давайте определимся с определениями. Абсолютно бравый Исак Николаевич, что нужно все поставить с самого начала на свои места. Итак, здоровье человека, согласно этому закону, это здоровье отдельного человека, который оценивается по персональному самочувствию, по наличию или отсутствию болезни, физическим или психическим состояниям. Это то, что мы говорим, значит, наша формула, Бозовская формула здоровья – это физическое, психическое и социальное благополучие. Значит, что такое здоровье населения? Это не то, что совокупность здоровий отдельных к индивидуам. Это немножечко другое. И то, с чем мы имеем дело в смысле общественного здоровья – это немножечко другой аспект и другие подходы. Значит, что такое здоровье населения? Это условное статистическое понятие. Ну, допустим, условное. Хотя существуют такие показатели, как продолжительность жизни, продолжительность здоровой жизни – это то, что характеризует здоровье населения в целом. Значит, который характеризуется комплексом демографических показателей, показателей физического и психического развития. Но я не знаю, как определить у населения физическое и психическое развитие – это сложно. Значит, заболеваемость, инвалидность, частота донозологических состояний населения, донозологических состояний населения. Мне тоже сложно представить, как у населения могут быть донозологические состояния. И в конце концов, что такое общественное здоровье? Это не здоровье общества, как мы раньше говорили, или разные другие интерпретации. Что такое общественное здоровье? Это просто сфера знаний и организованная деятельность субъектов системы общественного здоровья по отношению к укреплению здоровья, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни. То есть это такая сфера деятельности, институты, можно сказать. Вот что это такое. Итак, по закону, что является основными функциями общественного здоровья в нашем понимании? Закон принят, он работает. И вот первым пунктом является эпидемиологическое наблюдение. Ну, в данном случае, в контексте закона эпидемиологического наблюдения, здесь, например, предполагается наблюдение за эпидемией. То есть за инфекционными заболеваниями. Значит, это мониторинг, готовность реагирования, и дальше идет защита здоровья населения, в том числе охрана, значит, от Кили и так далее. Это все работает, да? Но вот как нам узнать, как нам уже здоровье населения? Как нам, значит, вот ощутить вот эту вот величину, как ее оценить, как ее квантифицировать? Чтобы мы понимали, что вот это здоровье, вот это население более здоровое, а это менее здоровое. И что нужно делать в таких случаях? То есть вот этот вот, значит, вот этот подход, он в законе, не в золотом. Следующая наша такая вот модель, модель системы общественного здоровья. Вот дальше я буду говорить об общине. Что такое территориальная община? Это малое население, которое характеризуется определенными своими чертами, уникальными чертами своего здоровья. Вот, значит, что представляет собой модель системы общественного здоровья, учитывая территориальную общину. Вот она голубенькая внизу у нас обозначена. Вокруг нас, значит, Министерство здравоохранения, потом Центр общественного здоровья, национальный центр, который подразделяется на региональные там организации. Сегодня на региональном уровне было пособовано только пять, значит, региональных центров общественного здоровья. И вот такие тут у нас есть подразделения. Медицинская статистика, значит, Центры мониторинга и наблюдения и лабораторные церкви. Это вот такая структура общественного здоровья, значит, которая должна помочь общине, значит, свое здоровье поддерживать. Значит, как разделяется полновакция? Поскольку я занимаюсь мониторингом и оценкой, мне чаще, больше всего, интересно, а что же, собственно, с мониторингом, на каком уровне мы можем в состоянии оценить здоровье населения. На каком уровне? Значит, ну, у нас вот есть эпиднадер на национальном уровне, значит, на национальном уровне четвертым пунктом есть эпиднадзор. На региональном уровне тоже мониторинг и эпиднадзор есть. А вот на народском уровне, на уровне территориальной общины, где, в общем-то, и формируется эта здоровь, вот это вот из вот этих маленьких населений, и состоит все наше население Украины, здоровье которого мы печемся. Так вот, эта ячейка, община, она остается, я скажу, вознаглядной. То есть, нагляд за состояние здоровья этого мониторного населения, его нету здесь. Значит, регион дает данные по заболеваемости, по обращаемости, по распространенности. Вот на региональном уровне, на втором уровне медицинской помощи, эти все данные собираются. Но какого качества этих данных? В общем-то, они не отражают собственную территориальную общину, они отражают вот общее, так сказать, стояние здоровья на уровне района. Хорошо, если района, а может быть, даже часть. То есть, я хочу подчеркнуть, что община в этой схеме, она как-то не учитывается в смысле эпиднадзора. Перенадзор. Значит, я не хочу сказать перенадзор с точки зрения инфекционных заболеваний. Мы говорим об эпидемиологии и фиксации тех факторов риска, которые относятся к неинфекционным заболеваниям. Что нас больше всего интересует, потому что с инфекциями более-менее мы можем справиться. А вот с распространенностью неинфекционных заболеваний, особенно со старением населения в сельской местности, этот вопрос становится на повестку дня очень простым. Следующее. Значит, ну, финансирование. Почему я привожу тему финансирования? Потому что мы должны понимать, каковы шансы настоящего эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями и факторами риска у обыкновенных территориальных громад. На самом деле, никаких. Потому что на здоровье громады, на обследование, на наблюдение, на мониторинг, дается только 5% от того количества денег, которое государство гуляет в виде субвенции на медицинский обслуживание. То есть мы знаем, что субвенция очень маленькая. Она касается только самых необходимых, значит, самых необходимых видов медицинской помощи. И из этих вот маленьких денег 5% от того, на наблюдение и на сокращение, значит, заболеваемости неинфекционных заболеваний и борьбе с факторами риска. Следующее. Значит, ну, это такая вот схемка, например, на эпиднаблях. Эпиднаблях в 2018 году было выделено 1.600.000 на эпиднаблях. Ну, что это такое? Это врач-мутемиолог, несколько лаборантов, которые работают в райцеркви. Не на уровне райцеркви. Значит, вот 1.600.000 на всю Украину. Что дальше предлагается на одном из заседаний бюджетных комиссий? Предлагается в державном бюджете сбейшить размер медичной субвенции шляхом перерасподилу частинных кошек с бюджетной программы, проведенной в лидерах. То есть 5% уменьшается до, ну, неопределенно маленькой суммы. О чем я вам хочу сказать? Что, в общем-то, на общественное здравоохранение, на уровне громады, где она действительно может работать, где она действительно будет действовать, Во-первых, мало очень внимания уделяется, во-вторых, конечно, очень мало средств. Значит, между тем, если мы будем отслеживать факторы риска и попробуем оценить потери здоровой жизни благодаря этим факторам риска, то мы можем сказать, что поведенческие факторы, вот на зеленом, на таком графике, поведенческие факторы, в общем-то, превалируют. Значит, основные потери здоровой жизни, если мы будем говорить о факторах риска, которые, значит, провоцируют такие потери, так вот половина всех потерь, всех факторов риска составляет поведенческие риски. Значит, а вот поведенческие факторы риска, вот мы видим здесь, и курение, и вот сверху вниз алкоголизм и наркомания, потом темное. О, смотрите, вот это вот алкоголизм и, значит, прошу тебя, алкоголизм и наркомания. Ну, значит, курение, вот маленькая полосочка темненькая, это мытье рук, грязные руки. Значит, курение, и, в конце концов, значит, низкая физическая активность, вот она, сверху, таким обозначается, хотя нам кажется, что это очень важный фактор риска. А на самом деле, самый главный фактор риска, это неправильные питания. Именно из-за несбалансированных питания, недостатка нужных микро- и макронутриентов, очень сильно страдает наши, ну, это было для Закарпатской области рассчитано, значит, страдают наши старики в сельской местности. Уже старики, именно тот контингент, который составляет основную часть населения, в сельских роман, значит, настоящая жизнь. Значит, что мы предложили? Ну, я сразу перехожу к тому же, к нашим предложениям, но между тем, нам нужно понимать, что наблюдение за факторами риска внутри каждой территориальной общины дает нам огромную возможность не только, значит, там, регулировать и заболеваемость, и факторы риска и потери здоровой жизни, оно дает нам возможность, ну, во-первых, регулировать деятельность первичной медицинской помощи, как-то ее направлять в то именно русло, которое требуется вот на сегодняшний день, здесь и сейчас, вот эти, вот эти данные совокупности. Значит, во-вторых, значит, руководство Ромадри, это дает возможность выделить те группы риска и те средства, которые можно будет направить на сокращение факторов риска и в рамках какой-то конкретной группы людей. Значит, нет ничего нового, по-другому, и, значит, мы предложили просто программу СТЭПС, которая разработана на Всемирной организации для здравоохранения для населения, где нет формального, формального общественного здоровья, нету такого, вообще нету такого института. Значит, вот это вот, значит, наше предложение просто использовать вот эту программу СТЭПС, то есть пошаговое, пошаговое обследование населения, которое представляет собой и вовсе это несложные три шага. Это ангетирование, значит, замеры физических параметров, антропометрия и замеры биохимических параметров. Значит, все вместе, значит, вот этот вот такой несложный, несложный, в общем-то, несложная процедура, которая, в общем-то, пропускная способность, которая зависит только от наличия техники, то есть мы сейчас уже в этом плане не ограничены, вот эта вот процедура, она дает нам возможность в течение, ну, порядка двух, ну, трех недель обследовать довольно большое количество населения, и через, не через месяц, не через годы разработать эту полюсию, а просто здесь и сейчас попробовать определить факторы риска, определить основные, значит, основные масштабы факторов риска, их распространено распространение, и таким образом, буквально в течение двух, трех, ну, в месяц мы можем, хрома, вечищенностью до 7 тысяч, мы можем не просто оценить здоровье, оценить распространенность с вактором риска, мы можем дать рекомендации, конкретно для этого сумма земли, значит, какие рекомендации, какие, значит, необходимые меры для того, чтобы устранить факторы риска или как для этой сфигулировки, ну, в принципе, состоит этот инструмент из анкеты, дальше, значит, что нам нужно для того, чтобы, в принципе, это очень недорого и очень быстро мы можем все это сделать, инструментальный очень простой для того, чтобы, так сказать, по протоколу степса сделать обследование, и, значит, существует целое семейство международных программ, которые помогают обсчитать все и сделать необходимые выводы, обсчитать все результаты и сделать вывод. Значит, в данном случае, что мы получаем? Мы получаем, во-первых, индивидуальные рекомендации, индивидуальная информация о факторах риска, индивидуальные рекомендации, которые необходимы, что нужно сделать для того, чтобы вот у вас такие факторы риска, вам рекомендуется, значит, в диете уменьшить какие-то элементы, какие-то продукты или обратиться к какому-то врачу. Это индивидуальный формат. Оцениваем мы и групповые факторы риска. Это как раз то, что мы выделяем факторы, мы выделяем группы риска и в дальнейшем работаем с этими группами. Ну и последнее, что мы можем предложить, вот это, говорится, наше фирменное блюдо, как говорится, это система презентации данных. Эти данные все можем визуализировать. Вот таким вот способом. Ну вот я как раз закончила. Но единственное, что я хотела, чтобы Ирина Маза осталась и послушала, потому что вся эта система, ее реализация возможна только при свободе врача, при свободе врача, который может выбрать себе. Вот, например, мы приглашаем бригаду врачей. Там нужны бригады специалистов. Вот такие есть риски, такие риски, такие возможные развития заболеваний. И такие, значит, если у нас есть группа риска, мы должны иметь возможность пригласить специалистов, профильных специалистов, которые могут в громаде провести специальный осмотр консистативный и дать свои рекомендации. А может быть в дальнейшем и осуществлять лечение в рамках темы медицины. Спасибо. И будут вопросы. Вопросы есть следующие. Вромады, руководителя громады. Как он пробьет? Так. По фармакогенетикам есть? Да. Да, вопрос. Спасибо. Спасибо.